ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА Сергей Александрович, ну что у нас тут? Конечно, интересные дела. У нас унизили Борреля ужасно страшно. Ну что такое? Кто опять? Он же уехал уже. Он уже уехал, и с тех пор уже даже Захарова, по-моему, сказал, да мы не унижали Борреля. Никто его не унижал. Ужасно, в общем, обиделся, я так понимаю, Боррель на всё, что произошло. А на что? Я даже... Лучше всех, кстати, датчане описали, что произошло с Боррелем. Казалось бы, где Боррель, где Даня. А их датская газета написала статью «Унижение представителей руководства Евросоюза в Москве было похоже на эпизод из сериала «Клоун». Но это входило в новый план Путина». Кстати, сериал «Клоун» это какой-то местечко, видимо, сериал датский. А старый план уже закончился? Я не знаю, но там... Хороший у вас план, товарищ Жуков. Да. Крушение поезда в замедленном показе, добавили датчане и описали, как это всё было. Первые предвестники того, что произойдёт, возникли уже утром в пятницу перед общей пресс-конференцией Борреля и российского министра национальных дел Лаврова. Заключённый под стражу лидер оппозиции Навальный предстал перед судом по новому делу. Ну и так далее, и так далее. Затем Россия подготовила почву для того, чтобы высказать, что думает по поводу обеспокоенности в связи с делом Навального, единственная официальная реакция Евросоюза и Борреля. Это по поводу того, что мы показывали видео и рассказывали, что... Ну, мы видео это прислали, опять-таки никакого унижения. И вскоре стало ясно, что 70-летний российский министр-ветеран, а Лавров у нас министр-ветеран, который вышел на деревянной ноге, в несколько этапов загнал своего 73-летнего испанского коллегу в загодя подготовленную ловушку, так что тот выглядел просто растерянным стариком. Такое ощущение, что это тексты газеты «Правда», а не газеты берлингской, датской. Потому что вы смотрите, как тонко всё было, план Путина новый, как всё было продумано, чтобы раздавить Борреля. Право задать первый вопрос на пресс-конференции получило государственное новостное агентство «Спутник». И оно заставило Борреля заговорить об отношениях с Кубой и очевидном конфликте, имеющемся по этому вопросу между Евросоюзом и США. Затем Боррель усердно принялся подавать позитивные сигналы. Например, он сказал, что Евросоюз не планирует новые санкции в отношении России из-за дела Навального. То что вы говорите? Он тогда так говорил. И российская вакцина «Спутник» — это большой успех всего человечества. А Евросоюз хотел бы её купить, хотя Евросоюз не хотел. Боррель начал уже какую-то нести чушь. А между тем Сергей Лавров на часовой пресс-конференции назвал Евросоюз ненадёжным партнёром. И косвенно намекнул, что канцлер Ангела Меркель лгунья. Но это по мнению датской газеты. А финал был вот такой, когда уже последний гвоздь в гроб Борреля забивали. Он держал лицо, Боррель, но на пресс-конференции его мучения не ограничились. Боррель и Лавров всё ещё общались во время рабочего перекуса, когда консультант Борреля, видимо, чуть не подавившись, прочитал в Твиттере, что Россия выслала трёх дипломатов. И под конец уже Боррель сидел у себя в номере и, наверное, плакал. Когда появился видеоролик в официальном аккаунте нашего МИДа в Твиттере с кадрами с прошедшей пресс-конференции, с подписью без комментариев. А там было следующее. Там Навальный критиковал Путина за одобрение вакцин «Спутник Ви», а потом смонтировали, как Боррель называет её огромным успехом России. И всё. Ну и вот это всё назвали почему-то спланированным унижением уважаемого старика. Хочешь сказать, айда Путин, айда молодец. Да. Да. Ну, слушайте. Ну, во-первых, сама стилистика текста. Это какой-то прям, ну, выскали передавиться газета «Правда». Знаете, «Правда» так не писала. Нет, она так цветасто не писала. Это какой-то, не знаю, О'Генри, что ли, какой-нибудь. А, это О'Генри, да. Да, или что-нибудь такое, знаете, такой-то полу-юмористический рассказ. Но при этом, если О'Генри писал это в каком-то юмористическом стиле, то здесь они это пишут серьёзно. Серьёзно и даже обиженно, возможно. Да, серьёзно и даже обиженно. Ну, во-первых, давайте там, у меня столько слов, сколько вы сказали, не могу сразу запомнить. Я как Винни-Пух, там длинные слова, меня только расстраивают. Вот, поэтому... Но мы будем стараться доробить. Да, постараюсь, да, вы мне в случае подскажете. Ну, во-первых, начнём с того, что они называют Навального лидером российской оппозиции. А это ж неправда. На самом деле Навальный является, так сказать, лидером определённой группы людей. Ну, можно ли их назвать оппозицией? Можно в том смысле, что они как бы выступают против российской власти. Но это вовсе не означает, что он лидер всех людей, которые выступают там против, или имеют какие-то претензии к власти, или как бы критикуют, или, скажем, не относятся к власти. Вовсе нет. Лидером всех недовольных хотят его сделать на Западе. Вот весь проект Навальный сейчас направлен на то, чтобы представить так, что Навальный является лидером всех недовольных в России. Это было не так раньше, это не так сейчас, и, в общем-то, это, видимо, и будет не так в будущем. И все, кто более-менее разбирается в ситуации, прекрасно это понимают. Да, он, так сказать, борется за лидерство в определённой группе людей. Но проект Запада именно в этом состоит, чтобы сделать его лидером якобы вообще всех недовольных. Почему? Потому что у нас как бы разные люди имеют разные взгляды, и разного рода претензий к власти или к нынешнему положению дел. Я тоже какие-то имею претензии и прочее, прочее. Но Западу нужно, чтобы во главе всех этих людей стоял именно такой человек, как Навальный. Потому что Навальный или такой, как Навальный, может быть под их контролем. А если, например, скажем, появляются какие-то другие лидеры недовольных, которые как бы тоже властью недовольны, но они не под контролем Запада или не будут никогда под контролем Запада, такие лидеры им нафиг не нужны. Да, начнём с этого. Поэтому это важное добавление к Боррелю прямого отношения не имеющее, но тем не менее он хотел или не хотел, но стал, так сказать, частью тоже вот этого попытки сейчас, так сказать, Запада в проекте Навальный сделать этого человека, на которого, видимо, у них уже тысяча и один, так сказать, крючок есть, да, вот, сделать лидером якобы всех недовольных, да. А это, ну, просто ложь, это не так. Вот, потому что оппозиция у нас разная, вот, начиная там от парламентской, заканчивая там, ну, какой-нибудь, например, скажем, там, Черносотиной, да, так сказать, вот, национал-монархической, вот, и никакой вовсе Навальный не является её лидером, вот, и так далее. Вот, ну, это первое. Второе. Не очень понятно, что, собственно говоря, не вменяют нам в вину, да. Что значит план Путина? Мы, на самом деле, просто-напросто, так сказать, показали вещи такими, какие они есть, да. Мы просто показали, как бы, так сказать, вот, смотрите, как вы относитесь к протестующим, как вы оцениваете политические, так сказать, протесты, как вы распоряжаетесь, когда вам это надо, со своими, так сказать, пучдемонами и всем остальным. А вот как у нас, да, сравните. Вы нас в чём-то обвиняете? Просто сравните, и всё. Обида их заключается в том, что с ними вдруг заговорили достаточно твёрдо и очевидно. То есть, на самом деле, не приняли правила их игры. В этом заключается обида европейцев, там, и всех, кто сейчас вот там по поводу Борреля пишет. Вот в чём их обида. Они привыкли, что они приходят с своими правилами игры и начинают на своём птичьем языке, так сказать, да, перетасовывая факты, выставлять картинку так, выстраивать картинку так, как им выгодно. И, в общем, к сожалению, я могу сказать, что очень долгие годы в России, в том числе российские власти, ну, как-то то ли подыгрывали им, то ли пытались отмалчиваться, то ли, так сказать, делали вид, что и так всем всё понятно. А тут, в общем, впервые за долгие годы с ними отказались играть по их правилам. Ну, по крайней мере, в этой информационной, в том числе, так сказать, пикировке. И всё, и Боррель поплыл. И поплыл Боррель, и его помощники, и советники, и союзники, и европейцы, и так далее, и так далее. Когда им просто тупо указали, как бы, да, на то, на очевидные факты, там же не было никакой лжи. Им просто предложили сравнить факты. Они расстроились, так сказать, и обиделись. Потому что, как бы, да, мы отказались им подыгрывать. Им-то казалось, что вот сейчас они размягчили ситуацию с помощью, так сказать, Навального и всех этих протестов. И теперь, скажем, Боррель приедет, и мы, значит, наши российские власти, напуганные тем, что происходит, да, пойдут на уступки. Ну и, конечно, уж, по крайней мере, примут правила игры, которая, как бы, да, европейцам удобная. А мы их не приняли, да, вот. И они расстроились и обиделись. Это второе, что важно здесь заметить. И третье. Мне кажется, так сказать, есть уже такая компания по дискредитации Борреля в европейских СМИ. Она направлена на то, чтобы показать, что вот, мол, смотрите, какие, так сказать, какой, так сказать, негодный Боррель, и какие нехорошие вообще русские, с ними нельзя разговаривать по-другому, кроме как. На языке, там, санкций и прочего-прочего. То есть, вот дискредитация Борреля и его визита, она, на самом деле, ну, направлена, может быть, даже не столько против самого Борреля, сколько вот в пользу, там, более жесткого отношения. То есть, тут уже пошла такая привычная для них, для всех манипуляция. На самом деле, кстати, я хотел бы добавить, что тут и против Борреля тоже, потому что сейчас уже многие требуют его отставки. Ну да, там, видимо, еще, сказать, свои... Потому что он не оправдал доверия. ...оказанного, высокого ему, оказанного высокого доверия. Вот тут, ну, видимо, тут есть еще какие-то и чисто, так сказать, такие кадровые интриги внутриевропейские, да, видимо, на место Борреля тоже кто-то метит и так далее, и так далее. А так, в общем-то, по сути, вот этот вот шумиха вокруг Борреля, их обиды, непонятно. Здесь тоже же есть люди, которые пытаются поддерживать, говорят, ну, зачем? Говорят они, Боррель ведь приехал с оливковой ветвью мира. А я не понял, в чем это выражалось. А ему по мордасам вот так это оливковое ветвь. Да, этим веником, этим оливковым веником, и прямо по мордасам, по мордасам. Ей, ну, Харри, так сказать, в мою морду тычат. А я видел, кстати, как он уезжал, я как раз ехал мимо Шереметьева аэропорта, и там как раз его кортеж ехал. И надо сказать, прямо мы спешили от него избавиться, да, с мигалками проталкиваясь, все, быстрее, Боррель, давай назад. В самолет и назад, да. Вот, я не очень понимаю, да, тоже говорят, зачем вы так жестко приняли Борреля? А в чем жесткость-то? Вы еще жесткости не видели, что называется, настоящей жесткости ведь и не начиналось еще, да, вот, так на всякий случай. Вот, к вопросу о жесткости, вот, в свое время я помню этот знаменитый, так сказать, кортеж западных дипломатов, которых Лукашенко всех нахрен выслал из Минска. Он посадил их всех в машины, и они такой вереницей в машинах уехали туда, в Польшу, так сказать, да, за границу. Вот, но и это еще не жесткость, да, по большому счету. Вот, мол, Боррель приезжал, как бы, мириться с ветви мира и какими-то предложениями. Я, честно говоря, не слышал, а какие такие предложения привез Боррель? Вот что он предлагал? О чем он говорил? Ну, серьезно, так сказать, может быть, мы что-то прослушали, прослушали между делом, да, в своем пропагандистском угаре, что называется, да, вот, находясь. Я не слышал ни о чем таком, что там Боррель бы привез в качестве вот мирных каких-то предложений от Евросоюза, вот. Они обиделись на то, что мы выслали трех дипломатов, да, или, скажем, они обиделись на то, что мы выслали их именно в момент визита Борреля. А что тут тоже в этом такого невероятного, да, что здесь такого ужасного? Эти дипломаты совершенно осознанно приняли участие в провокации, потому что, на самом деле, все равно вся вот эта вот, как бы, коллизия вокруг там Навального, это внутреннее дело России, он российский гражданин, так сказать, его судят российские власти, вот, там есть совершенно очевидное, значит, дело, которое, между прочим, возбудено было по, значит, по просьбе или там по этой самой, по иску французской компании, вот, точнее, ее там филиалу, да, здесь в России. Вот, собственно, и все. Говорит о том, что там есть политическая подоплека, может, она там и есть, но какое дело до этого дипломатам западных стран, вот вопрос. Наши дипломаты не приходили на процесс над Пучдимоном, да, наши дипломаты не вмешивались, так сказать, во внутрефранцузские дела во время, как бы, уже длящихся более года протестов там или даже больше желтых жилетов. Наши дипломаты не участвовали в захвате Конгресса США, вот. Так в таком случае, почему западные дипломаты считают возможным оказывать давление на российский суд по совершенно внутреннему, внутрироссийскому делу? Это, в общем, совершенно очевидно во всех случаях расценивается как вмешательство во внутреполитические дела. Я вам напомню, что в Штатах, например, скажем, да, совсем недавно наша гражданка Бутина, да, была осуждена, при том, что она не являлась ни дипломатом, скажем там, ни официальным лицом, была осуждена за то, что она вела разговоры с американцами. Она пыталась наладить какие-то там связи, как частное лицо с частными лицами. Её обвинили в том, что она там занимается какой-то иноагентской деятельностью, и посадили. И посадили надолго, её просто выпустили раньше. Вот, собственно, и всё. А вспомните кампанию давления на нашего посла, да, которого обвинили в том, что он принимал, или что на каких-то приёмах он разговаривал с какими-то конгрессменами. Разговаривал. А что посол не имеет права разговаривать на приёмах в посольстве? Да, это уже эти приёмы организуют. Он на приёмах в российском посольстве разговаривал с какими-то американскими конгрессменами. И это ему вменяли вину в Америке. А здесь люди просто в наглую приходят, как бы, да, совершенно осознанно оказывают давление на российский суд, как бы. Вот. И они возмущаются, почему мы их высылаем. Это совершенно обычная практика. Всё их возмущение в этом и заключается. Россия имеет наглость сопротивляться. Россия имеет наглость не принимать те правила игры и тот язык, который ей навязывают. Им казалось, что, ещё раз повторю, им казалось, что вся история вокруг вот этого Навального, которая тянется с отравления там вот с этого летом, и закончилась вот этими митингами и судами, да, вот она должна была, как по их мнению, да, размягчить, так сказать, позицию российской власти, прогнуть её, да, создать здесь такую дестабилизирующую ситуацию. И на этом фоне власть, по их мнению, российская должна была как-то вот пойти на какие-то уступки. Она взяла и не пошла. Вот и всё. Вот и, собственно, всё, что они нам предъявляют. Да, дальше можно о чём-то спорить. Но ещё раз говорю, я, например, в принципе-то совершенно не против того, чтобы наладить какие-то отношения с Евросоюзом или вообще с кем угодно, так сказать, да, вот. Но я не очень понимаю, о каких конкретно таких оливковых ветвях мира и, значит, конструктивных предложений со стороны Евросоюза в лице прибывшего к нам Борреля идёт речь. Мне кажется, ни о каких. Просто, на самом деле, все претензии к тому, что вообще с Боррелем поговорили, ну, по-мужски, с ним поговорили твёрдо, вот и всё. Да, он же, на самом деле, приехал и всё сделал как надо, он, например, возложил цветы к фотографии Немцова на Большом Москворецком мосту, потом потребовал немедленно освободить Навального, провести беспристрастное расследование его отравления, потом для укрепления взаимопонимания потребовал от Москвы выполнить Минск-2, помочь белорусам свергнуть Лукашенко, вернуть Крым Украине, Осетию, Абхазию, Грузию. То есть, вот мирный предыдущий его... В принципе, вот эту ветвь свою оливковую, он же вёлся, вёз. Вот в этом заключалась оливковая ветвь Борреля, что ли, да? А мы, значит, этого старичка обидели, обидели тем, что вот взяли... Да, странно, и он, главное, потом же написал целый блог свой, объяснив, что ну вот же, всё же вроде правильно сделано. Он теперь оправдывается перед европейцами, которые хотели от него что? А что они хотели от Борреля? Чтобы он, что-то, так сказать, начал истерику на встрече с Лавровым, чтобы он встал и ушёл? Что он должен был сделать? Объявить войну, как бы, или что? Вот, то есть, на самом деле, мне кажется, здесь тоже вот такая тоже истерическая, ставшая обычной истерическая позиция уже тех людей, которые давят на Россию, как бы, да, вот они требуют от Борреля что? Чтобы он там облил Лаврова зелёнкой, что ли, или что? Что он должен был сделать, да? Или, я не знаю, так сказать, взорвать бомбу в зале этого самоседания. Что они хотели от Борреля? Он озвучил все, так сказать, те вот претензии, которые есть, но на эти претензии получил достаточно твёрдый ответ. И, на самом деле, не Боррель как бы их раздражает, раздражает их то, что они ожидали, что ответ будет одним, а ответ был другим. Вот, а если он такой, так сказать, безобидный старичок, ну, пусть уходит на пенсию, не знаю, так сказать, у себя там. Если он не справляется, да, с нажимом. Если он не справляется, да, с этими, с обязанностями. Да я нажима там никакого особо не видел. Вот, если он не справляется с обязанностями, да, как по их мнению, ну, пусть он уходит на пенсию. Но, видимо, они на это ему и намекают. Но сама по себе ситуация истерики вокруг тоже этого визита Борреля, она такая тоже еще показательная. И она еще раз подтверждает простую вещь. Они хотят, чтобы Россия, так сказать, молча слушала и выполняла. Вот в этом и есть главная цель Запада в отношении России, в том числе и в будущем. Еще раз говорю, я много раз говорил, поймите, что тут дело даже не конкретно в фамилии Путина или в какой-то другой. Дело в том, что американцы хотели бы, американцы, европейцы, Запад, хотел бы видеть во главе России такого человека, который будет беспрекословно выполнять все то, что они, так сказать, будут предъявлять. Приезжает какой-нибудь условный Боррель к какому-нибудь условному будущему президенту России. А будущий президент России бежит, спотыкается, задыхается, падает на ходу, раскатывает перед ним эту самую ковровую дорожку и встречает его, целуя его туфлю. А потом, так сказать, сидит рядом с ним на стульчике и записывает. Так, вы что хотите, еще это? Сейчас мы все-все-все. А это еще? Я конспектирую. И прям сразу команда дается. Прям конспектирую, тут же дает команду, так сказать. Господин Боррель сказал вот это. Господин Боррель сказал, вот этого хотят на Западе от любого руководителя России. А это как с Украиной, чтобы приехал, сразу его на место президента посадили, мы сами там сбоку. Если вы считаете, что это преувеличение, Сергей, вы совершенно правы сейчас напомнили. Посмотрите кадры визита Байдена, когда он еще даже не был президентом. Он же не был еще президентом. Кадры его как бы визита на Украину в бытность Порошенко. Он приезжает в Киев, его сажают на место президента, то есть Украины. Там огромный такой стол, двухсторонний как бы, а во главе стола кресла, в котором обычно сидит президент. Байдена, который даже не является президентом, так сказать, США, тогда не являлся, сажают на место президента Украины. А все остальные, все правительство Украины сидят по бокам и записывают за Байденом, что надо сделать. Вот их идеал отношений, равноправных в кавычках, вот их идеал равноправных в кавычках отношений. Поймите это, будет ли президентом, так сказать, кто угодно, любую фамилию называйте, так сказать, от какого, я не знаю, от кого там, да, любую фамилию назовите, там, не знаю, хоть там, хоть какую вообще, так сказать, да. Вот кто бы ни был президентом, они вот так такого поведения хотят. И именно таких людей, от которых они такого поведения ожидают, они и проталкивают, да, вперед. Таких людей. А другие люди им не нужны. Другие люди их не интересуют, независимо от того, в каких отношениях они с современной российской властью. Этот человек может быть абсолютным противником современной российской власти, вот, но если он не готов вести себя таким образом, он никакому Западу нафиг не нужен. И на этом сделаем паузу. Железная логика. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович. Да, ну, вот просто здесь мы, как раз, закончили на том, что вот только такой, только такой руководитель России, который будет, так сказать, буквально там спотыкаться и с придыханием выполнять все указания Запада, только такой им и нужен. Я напомнил как раз вот ситуацию, при которой Байден, когда еще не был даже президентом, приезжал на Украину, и его посадили в кресло президента, а все остальные украинские чиновники, значит, записывали, так сказать, да, вот, и спешили, спешили выполнять. Кстати, после этого сразу уволили генпрокурора, вообще просто обалдеть можно. Я просто в этой связи вспомнил другую ситуацию, когда депутат Госдумы Гаврилов приехал на Ассамблею православных, так сказать, народов в Грузию, и по предложению грузинской стороны его посадили на кресло спикера в парламенте. Помните, какую бучу они устроили? Как так можно? Российский депутат. Ну, буча переросла в революцию практически. Да, там просто, там такой бардак устроили по этому поводу, да. Невозможно, российский депутат, хотя его сама грузинская сторона пригласила, да, не он туда приехал, так сказать, не он выбирал место, парламент, не он, так сказать, выбирал это кресло и прочее. Но они, значит, создали ситуацию провокации, да, и вокруг этого раздули дичащий скандал. А Байдену сидеть в кресле президента на Украине можно, можно. И вот они говорят, что там жестко с бедным Боррелем, так сказать, поступили. Слушайте, если бы я потом был вот на месте наших, так сказать, дипломатов, ну, я не дипломат просто, это понятно, я бы вообще этого Борреля, как бы, так сказать, да, просто морально уничтожил в извращенной форме. Вот, просто бы порвал бы его на части, так сказать, да, надругался бы над всем, как бы, что для Борреля Евросоюза святое, вот, а в конце бы еще с этим, с особым цинизмом подарил бы ему на прощание, так сказать, дал бы пинка и подарил бы ему, это, значит, эту шапку-ушанку с кокардой советской, крашенную в розовый цвет, так сказать, и матрешку в виде Путина, и все. Они еще продаются на Старом Арбате? Ну, не знаю, наверное, продаются. Но это ладно, это я так, так сказать, просто ради, ради, как бы, ну, прикола. Да, мы еще вспомнили, Сергей Александрович, как у нас сейчас же обсуждают, что Боррель приехал и очень многое собирался сделать для России, новый этап отношений, и это похоже, а вот теперь уже не получится, это похоже на то, как вот у меня начальник курса строил нас после того, как мы промедлились и говорил, вот, собирался вас всех отпустить в увольнение, но теперь уже все, теперь не отпущу, вы же не понимаете по-хорошему. Да, Сергей, абсолютно правильное наблюдение, правильная мысль, да, потому что сейчас многие и в Европе, и здесь, в России начинают, ну, просто раскручивать какой-то миф, и это тоже технология. Вот, мол, действительно, Боррель якобы чуть ли не привез нам, так сказать, 300 лет процветания в отношениях между Россией и Евросоюзом, да, а вы, вы злые, так сказать, тупые, как бы, да, русские, вот, вы, это самое, этого не поняли, не приняли, и вот вы во всем и виноваты. Слушайте, ну, это абсолютно очевидная технология завышения, постфактум, завышения, так сказать, какой-то планки и, значит, манипуляции и передергивания. Вот, мол, так сказать, он тут приезжал со всей душой, а вы, значит, скоты не поняли. Еще раз повторяю, никакого конкретного предложения по улучшению отношений с Россией у Борреля не было. Все его тезисы, которые он здесь высказывал, это абсолютно, значит, старый набор претензий к России и требований от России. Только он сейчас дополнился вот еще там Навальным и всем остальным. Все. Какая нахрен оливковая ветвь, я не понял, что он привозил, вот расскажите, какие такие тайные секретные планы, предложения. Если это было, пусть он сам напишет, он что, сам у себя там написал, что он приезжал с какими-то предложениями? Да не было там никаких предложений, и никаких планов там по улучшению отношений с Россией не было. Просто они ждали, что Россия сейчас прогнется на фоне вот того давления, которое на нее, на российскую власть была оказана, вот всеми этими проектами, связанными, так сказать, с Навальным и прочим. А я, кстати, думаю, что ему, может быть, кто-то в России дал понять это. Да, возможно, возможно. Дал сигнал. Та пятая, условно, колонна, которая, как вы говорили, может быть, и поддерживает Навального. То есть очень может быть, что самого Борреля просто дезориентировали, а он приехал высказывать все то же самое, что обычно и высказывали, но он ожидал другой реакции. Я думаю, кстати, что здесь тоже может быть чисто техническая накладка, которая, я вот неоднократно уже про это говорил, как бы связана с тем, что, мне кажется, у западной тоже дипломатии и у разведслужб даже, которые работают с нашими, так сказать, всякими разными там этими самыми борцами с режимом, у них есть одна проблема, они информацию собирают только от этих самых борцов с режимом. То есть они, грубо говоря, составляют для себя такую картинку действительности, которая им наиболее выгодна. Поэтому им почему-то казалось, например, скажем, что в защиту Навального выйдет там миллион человек, а он не вышел. По этой они рассказывают, что они все, так сказать, за него, но они просто не выходят. Поэтому казалось, что, например, скажем, раскрутка вот этого фильма, как бы, да, она должна, так сказать, всю страну буквально перевернуть с ног на голову. Поэтому им казалось, что еще немножко подтолкнуть, скажем, да, еще чуть-чуть, как бы, да, поднажать, и все посыпется, и тут и баррель приехал. Вот я думаю, что это связано просто чисто технически с неадекватной оценкой ситуации. А эта неадекватная оценка, она порождена в том числе зацикленностью на сборе информации и ее анализе только от тех, с кем им удобно общаться. Ну, есть такая проблема, да, это не профессионализм в том числе называется. Но еще раз говорю, те люди, которые сейчас пытаются завышать значение визита Борреля, они просто манипулируют. Еще раз говорю, ничего такого Боррель сюда не привозил. Если привозил, расскажите, покажите. Вот даже, так сказать, мы же на связи со слушателем. Ну, напишите, какие такие предложения уникальные привозил Боррель, а мы, как бы, варвары, как бы, да, и эти самые... Неблагодарные, по большому счету, люди, да. Неблагодарные, так сказать, путинские пропагандисты. Их не поняли, не приняли, обидели старикатовской, да, и это, и отправили. А потом я абсолютно не понимаю, кто его обидел, как его обидел. Это специально сейчас начинают делать для того, чтобы, знаете, тоже, опять же, перевернуть ситуацию, скажу, но и подать людям, которые не будут в этом разбираться, ну, и в том числе на Западе. Еще раз говорю, на Западе сейчас они будут вот именно такую картинку делать, обосновывая то, что с Россией можно разговаривать только языком жестких санкций, что с Россией можно разговаривать только, так сказать, да, значит, глядя на нее через прицел и так далее. Вот посмотрите, они нашего старика Борреля обидели. Вот Боррель, так сказать, мирный старичок, приехал, они вот как с ним поступили. А как мы с ним поступили? Что мы ему сделали? Мы что его, так сказать, как-то вот, ну, действительно, реально, унизили там, где-то что-то, избили, или кнопку ему на стул подложили, что-то, или, ну, что мы с ним сделали-то? Не знаю, с ним, его приняли, так сказать, на высоком уровне, вполне соответствующем его должности, да. Вот вы сказали, что его там на кортежах с мигалками и туда, и сюда. Да, очень спешки все, да. И куда хочешь, то есть, я думаю, накормили его хорошо, вот, и так далее. Что, в чем это выражается? Выражается только в том, что они ждали, ждали, как бы, да, вот такого повинной головы от российской власти, и не увидели этого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это раздражение связано с тем, что, видимо, ну, как бы это, ну, ставит промежуточную, скажем так, точку с запятой, вот в этом этапе проекта давления на Россию. Стало ясно, что давление оказано, вот, но желаемого результата не получилось. Что дальше делать, непонятно, да, с тем же самым отравлениями, химическими оружиями, ведь все, например, на самом деле сдувается. Они же вот не требуют, на самом деле, санкций, которые связаны именно с химическим оружием, там, вот, я имею в виду из Крипалей, их, и Навального, и прочее, прочее. Они вообще просто, просто эти вещи обсуждают. То есть, ну, дальше надо что-то еще придумывать, да, вот, начнут придумывать. Ну, а я говорю еще раз с этим Боррелем, как бы, да, конечно, тоже показательная ситуация. Да, но то, что он выглядел достаточно жалко, это правда, но это не наша проблема. Потому что ничего такого провокационного мы не делали. Мы просто предложили ему трезво взглянуть на вещи, а он оказался не готов к такому трезвому взгляду. Потому что он привык к той картинке, к той риторической формуле, которую они там обычно используют у себя в Европарламентах и так далее. С какой стати мы должны это делать? Я-то лично говорю, я считаю, что мы давно должны перестать играть в поддавки. Вот, а Боррель оказался не готов к тому, что мы вот не будем играть в поддавки. Причем даже все, что мы сделали, было сделано в очень тактичной, вежливой и весьма дипломатичной форме. Не было никакого хамства, ничего такого не было. Поэтому старику Боррелю, как бы, хочется пожелать, так сказать, здоровья, процветания. Но если он, если его кто-то там высиживает с этой должности, вернее, подсиживает и выдавливает, ну, не знаю, пусть займется разведением каких-нибудь цветов. Ну, наверное, уж у него на пенсию-то он заработал. Я думаю. Конечно. Испанский социалист. И немало, да. Настоящие испанские социалисты. Да что, чтобы он не заработал себе на пенсию. Да я вас умоляю. Конечно. Конечно. Редактор субтитров А.Семкин